Я приветствую вас, дорогие коллеги, на очередном вебинаре выставки Росмолд. Для тех, кто к нам только что присоединился, Росмолд – это международная выставка форм, пресс-форм, штампов, услуг по проектированию изделий и их контрактному производству. На нашем канале мы обсуждаем все темы, связанные с производством, приглашаем специалистов из разных отраслей. И предыдущий вебинар вы можете посмотреть по ссылкам в описании и также в плейлистах. Также я напоминаю, у нас продолжается регистрация на онлайн-выставку Росмолд, которая пройдет 28-30 сентября. Ссылка на регистрацию в описании. А я представляю нашего спикера, проектор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Новые производственные технологии» Алексей Иванович Боровков. Здравствуйте, Алексей Иванович. Добрый день, Дарья. Добрый день, коллеги. Я напоминаю, вы можете всегда задать вопрос в чате. Я с удовольствием передам его спикеру. И мой первый вопрос, Алексей Иванович, расскажите, пожалуйста, о значимых результатах деятельности Центра компетенций национальной технологической инициативы по направлению «Новые производственные технологии». Я могу воспользоваться презентацией, показать некоторые слайды, да? Конечно. Тогда мне возможность демонстрации их. Я сейчас, если открою, то слайды будут видны. Вот сейчас я открываю слайды, они видны? Ну, пока мы их не видим. Попробуйте сейчас еще раз. Вот сейчас у меня слайд во весь экран. А что мне сделать? Пока нет, не видно. Я думаю, нужно нажать на демонстрацию экрана. Либо... На демонстрацию экрана, да, все, разобрались. Спасибо. Отлично, да, все теперь видно. Да, 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 да. Теперь во весь экран. Хорошо. Значит, ну и вопрос, который у вас прозвучал, это вот о значимых результатах деятельности Центра НТИ. Ну, прежде всего я хотел бы отметить, что Центр НТИ – это органически связан с некой экосистемой инноваций, которую мы выстраиваем у нас в Политехическом университете. Основана она на, вот здесь перечислено, смарт-дизайн, умное проектирование, дальше цифровые двойники, Digital Twins, Advanced Manufacturing Technology, то есть передовые... Это органические. И, соответственно, умное производство. И мы видим всю историю, начиная с 1987 года, как это направление и экосистема развивалось, начиная от вычислительной механики и компьютерного инжиниринга, инжиниринговый центр, дальше в Институт передовых производственных технологий. Справа информация, что в сентябре 2014 года мы были у истоков, это на президентском совете рассматривал запуск этого направления, новые производственные технологии произошел. Ну, а дальше уже сформирован крупнейший в стране проектный консорциум, более 74 организаций, которые входят в корпорации Ростех, Росатом, все ОДК, УАК, ОСК и так далее. Центр компетенции НТИ. Ну и дальше, если идти еще выше наверх, по времени развития, то выиграли конкурс на составление прогноза реализации. Это первый приоритет стратегии научно-технологического развития, где, собственно, передовые производственные технологии находятся. Там же искусственный интеллект, там же машин-ленинг, там большие данные, робот, роботизированные системы и так далее. И совсем недавно Санкт-Петербургский политехнический университет на базе центра НТИ фактически выиграл конкурс «Научный центр мирового уровня. Передовые цифровые технологии». Единственный технический университет Российской Федерации, который выступил инициатором, выступил координатором консорциума. У нас консорциумы и кораблестроительный наш университет, морской технический университет, Тюменский государственный университет. И можно, значит, удивиться, но веление времени и давние наши связи – это не гриппа, вирусология. Значит, особенно актуально это в связи с развивающейся эпидемией, пандемией. Итак, центр мирового уровня передовые цифровые технологии. То есть пока мы давали согласие участвовать в конференции, значит, выиграли еще один вот такой серьезный статус. Это с точки зрения развития. Если посмотреть, как работает, скажем, центр Индии, только его посмотреть, то мы видим на вот этом слайде, как мы работали в рамках удаленной формы работы 24 недели с 30 марта по 13 сентября. То есть все в течение дня мы перешли полностью на виртуальную работу. Это сотни инженеров. И дальше вот такие характеристики их деятельности. То есть каждый час из расчета, что работая с разными странами, из разных часовых поясов мы работаем 24 часа в сутки, то фактически одно онлайн-совещание каждый час за вот эти 24 недели. То есть все 24 недели, каждые сутки, каждый час происходит стольное совещание. Дальше более важные характеристики. 34, почти 35 тысяч виртуальных испытаний проведено. То есть фактически они послужили основой для принятия тех иных проектных решений. Девять виртуальных испытаний каждый час. Под виртуальным испытанием мы понимаем решение сложных задач, зачастую мультидисциплинарных задач, иногда в некоторых случаях требующих тысяч вычислительных ядер. Тысяча, две тысячи, пять тысяч, восемь тысяч и так далее. То есть это очень сложные ресурсоемкие задачи. Они позволяют получить такой объем информации, который иначе ты не получишь. Или нужно делать опытный образец, натурные испытания. Но это дорого и долго будет. Соответственно, переходя к третьей части, вот здесь справа вверху, это порядка 11 миллионов ядр часов. Трудилось для выполнения техных проектов. А их видим 40 проектов из 10 разных отраслей промышленности. выполняется одновременно. То есть 2740 ядер труются каждый час, опять-таки. Каждый час, дальше умножаем на 2-4 в сутки, умножаем на 2-4 недели, получаем 11 миллионов ядра часов. То есть на самом деле, значит, ну фактически речь идет о цифровой фабрике. В современном понимании, с точки зрения мировых лидеров, которые генерируют очень большие объемы информации, мы увидим, скажем, сгенерировано за это время 92 терабайта содержательной информации. То есть где-то мы за 2 дня, за 2 суток генерируем терабайт информации. Это сопоставимо с хорошими, скажем, скважинами, заводами и так далее. Дальше, вот центральная часть внизу, это особый предмет гордости, что с одной стороны сгенерировано порядка 3,5 тысяч проектных решений. То есть это некая траектория проектирования, которая на каждом этапе принимались обоснованные решения, привела к созданию того или иного виртуального образа прототипа, который потом может превращен быть в РКД, который по характеристикам превосходит то, что было в ТЗ и зачастую мировой уровень. Всего на платформе, это еще важнейший результат деятельности, сейчас сосредоточено, капитализировано, хранится 200 тысяч решений. То есть прежде чем инженер начнет что-то генерировать, он всегда может по тем или иным атрибутам посмотреть, какие же лучшие решения принимались, ну, скажем так, опытными людьми, корифеями несколько лет назад в другой отрасли промышленности и так далее, но относящиеся к той теме. Вот эта уникальная цифровая платформа, аналогов которой в мире нет, она в свое время в семнадцатом году была удостоена Национальной промышленной премии Российской Федерации Индустрия. Каждый год одна компания получает одну вот премию, семь премий всего за семь лет было вручено, которая позволяет совершенно по-другому вести проектную работу. То есть проектирование, включая, дальше можно рассматривать все производственные технологии от литья до, скажем, аддитивных технологий. Понятно, что и CNC, ЧПУ здесь сидят в промежутке там и так далее. Следующий важный момент, центр НТИ, ключевая фокусировка нашего центра НТИ, это цифровые двойники изделий производства. Дальше в некоторых случаях умные цифровые двойники, то есть те, которые знают, все генетически помнят в виде передаваемого по наследству напряженно-деформированного состояния, как же их обрабатывали, например. Я предлагаю чуть-чуть попозже вернуться к цифровым двойникам. Да, это просто фокусировка центра, это его изделия, здесь он лидер в стране, в мире и так далее. Теперь вот кому же это надо? То есть фактически вот этот консорциум, где мы видим, ну и в том числе, например, вот Ростех, это 700 организаций. Отновременно здесь и заказчики, и быстрая сборка локальных консорциумов для выполнения тех или иных задач. Суммарно до пандемии мы насчитывали, что выручка этих компаний, доходы ежегодные, превышает там 5,5 триллионов рублей. То есть, короче говоря, все трудятся в одной сети, все друг о дружке знают, можно собирать достаточно быстро локальные коллективы для решения той или иной задачи. Если говорить про деятельность, собственно, вот центра НТИ и вычленить только, значит, внебюджетные составляющие деньги, которые мы зарабатываем на рынке, то характеристики следующие. Ну, первое, с подготовки специалистов. В прошлом году это ДПО, дополнительное профессиональное образование, подготовлено более 6 тысяч специалистов. В целом в стране всего 14 центров НТИ. Это составляет один центр наш дал 62% от вклада. Ну, а 13 остальных центров, соответственно, 38%. Дальше. Размер получаемых средств от приносящей доход деятельности. То есть, если посмотреть план, то был 565 миллионов, мы достигли 748. Это внебюджетные. То есть, это прямые заказы от промышленности. То есть, это минуя, не считая все грантовые деньги, бюджетные деньги, 132%. Соответственно, софинансирование деятельности центра за счет небюджетных источников составило тоже, значит, где-то полмиллиарда рублей. Теперь, как это разложилось? По направлениям, которые есть в центре в 2019 году. С одной стороны, половину работ всех составляет наиболее востребованная часть цифрового проектирования, моделирования. Дальше. Пятая часть наших работ, проценты указаны в столбике справа, аддитивное производство. 17% смарт-мануфэкчеринг, новые материалы 9%, ну и другие виды работ. Интересно посмотреть, что произошло в условиях эпидемии пандемии, как работает центр за 8 месяцев от результаты 2020 года. То есть, фактически, мы выполнили уже фактически полученным средством, а мы знаем, что обычно в Российской Федерации в основном приходят средства в конце года, 56% от плана. Дальше. И заключено контрактов, соответственно, ну уже сейчас это более миллиарда рублей, подчеркиваю, с промышленностью. Это составляет более там 115% нашего плана на 2020 год. Подробнее образовательные программы. То, чем мы занимаемся, являемся лидерами. И вот здесь тоже фактически цифры на 1 сентября подготовлено 4 280. То есть, дистанционное образование, которое мы развивали, и было не очень понятно, скажем, в прошлом году, почему оно востребовано там и так далее, то сейчас оно стало, ну, велением времени, и мы увидели, что гораздо больше людей уже готовы получить дистанционное образование, но находясь особенно на условиях самоизоляции, в условиях эпидемии. Соответственно, курсы, которые мы читаем, есть основные образовательные программы, это бакалавриаты, магистратура, конечно, в первую очередь. Это вот компьютерный инжиниринг, цифровое производство, процессы управления наукоемкими производствами и технологическое лидерство предпринимательства. Открытые онлайн-курсы, те, которые можно записаться, и они идут сессиями. Соответственно, это технологии фабрик будущего, технологии цифровой промышленности, аддитивные технологии, вводный курс, введение биомедицинский инжиниринг совместно с ведущим университетом Лондона и технологическое лидерство и предпринимательство совместно с Мюнхенским университетом прикладных наук и корейскими технологическими компаниями и институтами. Дополнительные образовательные программы представлены снизу всего. Вот разные курсы прошло, порядка 40 тысяч слушателей, ну и более 13 тысяч специалистов, имеющих высшее образование, переподготовлено, подготовлено дополнительно через систему дополнительного профессионального обучения. Да, вот как раз расскажите, пожалуйста, про цели. С чего вообще все началось? Началось с того, что в национальном проекте наука есть, соответственно, планы по созданию центров мирового уровня, 16 написано, и это должны быть с одной стороны созданы математические центры, центры геномных исследований и так называемые центры, выполняющие исследования по приоритетным направлениям. Соответственно, вот у нас приоритетное направление, которое тесно связано с передовыми производственными технологиями, о чем я говорил. Мы подали, естественно, заявку на конкурс в составе консорциума, кроме Политехнического университета Петра Великого, Морской технический университет, Санкт-Петербург, Тюменский госуниверситет, НИИ Гриппа. И НИИ Гриппа, и Корабелка, они являются, в свою очередь, ядрами, хабами, соответственно, судостроения в стране и вирусологии в стране. Поэтому они нам именно интересны. А Тюмень – это координатор северо-западного НОЦ, который охватывает три крупнейших региона – Тюмени, Ямало-Ненецкий, Хантамансийский округ. Ну и понятно, что это, в первую очередь, нефтегазовая тематика, ну и нефтяная тематика. Соответственно, направление исследования центра, которое мы заявили, передовые цифровые технологии, здесь центр НТЭ, о котором я рассказал, играет ключевую роль. Дальше – искусственный интеллект, роботизированные системы, ну и, конечно, материалы нового поколения и аддитивные технологии. Дальше – некоторые характеристики, но достаточно такой серьезный является правый нижний угол – это влияние на развитие высокотехнологических отраслей. То есть я думаю, что мы представили спектр отраслей, с которыми работаем, и результаты деятельности будут влиять, самый широкий из всех центров. Это и автомобилестроение, и двигателестроение, ну, скажем так, традиционные отрасли, наукоемкие, высокотехнологичные. И, может быть, неожиданные для политехнического университета, членов консорциума – это здравоохранение, ну, а дальше вплоть до сельхозхозяйства. Ну, понятно, там и обрабатывающие производства, металлургические производства, нефтепродукты и так далее, о чем я уже говорил. Следующий важный момент. Ну, вот здесь представлены как раз еще раз их направление и участники консорциума – это наши обязательства. Те, которые мы заявили, слева, значит, задачи, проистекающие с цели формирования технологических прорывов. Это мы словосочетание часто очень слышим у президента Российской Федерации Владимира Путина. Ну, а дальше прорывы можно делать, во-первых, на основе передовых цифровых технологий и платформенных решений. Во-вторых, конечно, не по широкому кругу задач, а по определенному направлению сфокусировав финансовые и интеллектуальные ресурсы. Вот центр мирового уровня, он как раз это и фокусирует. Фокусирует интеллектуальные и финансовые ресурсы для обеспечения прорыва. Теперь как мерится, ну, скажем, когда мы говорим про научный центр мирового уровня, мировой уровень. Ну, вот здесь вот вторая позиция красным цветом выделена. 1132 статьи в журналах. И дальше вот с журналом Мира Урми относятся статьи в журналах, которые относятся к первому и второму квартилю. То есть они в первой четверти, во второй четверти всех журналов по определенной тематике в мире. И две системы базы данных, индексирования, скопусы, веб оф сайенс. Это очень много, 1132. Для сравнения могу сказать, что это в полтора раза превосходит планируемый показатель всего нацпроекта «Наука». Там 725 указано. То есть означает, что центр взял на себя такие обязательства, которые существенно превышают, чем то, что записано для всей страны в рамках нацпроекте «Наука». Почему такие амбициозные планы, какие есть у нас основания, считать, что это может быть выполнено? Каждый центр указал в своей заявке задел, который есть у него, научно-технологический. И в том числе нужно было представить оттиски статей, те, которые уже опубликованы за последние три года в журналах Q1, Q2. Таких у нас оказалось 665. То есть фактически задел, который у нас есть, он позволяет нам, учитывая, что срок реализации проекта 5, скажем, с лишним лет, но имеется в виду 20-й год, это сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, то есть всего лишь 4 месяца, то мы понимаем, что мы можем выполнить это примерно в два раза больше, чем за три года то, что до этого. Ну, так мы и запланировали. То есть это очень высокие показатели, это действительно должны быть результаты, научные результаты, подчеркну, научные, мирового уровня. А центр НТИ ориентирован, в первую очередь, замечу, на работу с промышленностью. Там я все время подчеркнул, внебюджетное финансирование. Там интересуется, сколько мы заработали средств, имея прямые заказы от высокотехнологичных предприятий на рынке. Ну, а дальше это все расписывается. Понятно, что есть и показатели, вот видим, миллиард семьсот, которые мы должны заработать. Тоже внебюджетные средства, вот видим позиция размера внебюджетных средств на исследование и разработки НЦМУ. То есть это дополнительно к тому, что нам дает бюджет, мы должны заработать один из семи миллиарда. Ну, это вот основные показатели деятельности центра. Теперь планируемые научные исследования. По направлению передовые цифровые технологии, вот здесь указано порядка, скажем, 15 направлений, которым будет вестись работа. Конечно, ключевыми первые два мы видим, это так или иначе связаны и с цифровой платформой, и с цифровыми двойниками. То есть, собственно, чем занимается центр НТИ. По всему спектру высокотехнологичных отраслей. От автомобилестроения, через двигателистроения, авиастроения и так далее, до спецмашиностроения, железнодорожного транспорта. Дальше БИМ-технологии, заход, естественно. Дальше сверхзвуковые самолеты, течения воздушные, снижение аэродинамического сопротивления, аэродинамическое проектирование. Дальше, ну, пожалуйста, там гидромашинные процессы. И пошло, как бы, перечисление арктические энергетические сооружения, морская техника, изделия машиностроения, физико-энергетические гидротехнические процессы, системы и так далее. Трудноизвлекаемые запасы углеводородов. То есть, широкий тем, широкий перечень очень актуальных тем, которые необходимы для экономики, промышленности, и, ну, в данном случае, заход через науку, через научные результаты мирового уровня. И два блока, которые тоже мы упоминали, искусственный интеллект. Ну, вот здесь экстрамассивные гетерогенные параллельные вычислители. То есть, фактически, генерация новых суперкомпьютеров для решения определенных задач. Это экзофлопного уровня. То есть, это на порядок превышающий, соответственно, на порядке те, что есть сейчас. Сейчас у нас в политехническом университете, соответственно, суперкомпьютерный центр, он насчитывает суммарно два с половиной петафлопс. Это один из лучших показателей, если иметь в виду еще и программное обеспечение, которое используется. Ну, скажем, лицензии есть коммерческие, которые на 130 тысяч ядер. Крупнейшие коммерческие лицензии в Европе. Ну вот, ни у кого в стране, в России и в Европе таких лицензий нету для работы с высокотехнологичной промышленностью. По роботизированным системам мы видим здесь, конечно, сети 5G, промышленный интернет вещей. И, конечно, вопросы безопасности, защиты киберфизических систем. Ну и финальная стадия, она примыкает тесно, я бы сказал, теснее, может быть, других направлений. Это материалы нового поколения аддитивные технологии. То есть здесь от проектирования, моделирования до синтеза и аддитивного производства новых материалов, конструкций и, подчеркиваем, с повышенными эксплуатационными характеристиками с точки зрения ресурса, с точки зрения облегченных конструкций при сохранении требований по прочности, по жесткости и так далее, долговечности. Высокопрочные конструкционные функциональные материалы. Ну и дальше можно смотреть, опять-таки, по списку, какие направления делаются, включая, будет исследоваться, по каким направлениям будет вестись исследование. Включая цифровое проектирование, моделирование изделий, многоуровень композиционные материалы. Здесь мы цернопластичные матрицы, имеем в виду, наполненные углеродными волоконами, наночастицами. Дальше. Новые методы диагностики, определения свойств материала в аддитивных технологиях. Материалы нового поколения для управления жизненным циклом изделий. Ну и дальше эксплуатация, как правило, представляет интерес в экстремальных условиях. Функциональные наноструктурные, наноструктурированные материалы. Промышленные лазерные технологии, вплоть до установок по, скажем, лазерным и аддитивным производству. С помощью лазерных технологий. Уникальное цифровое аддитивное технологическое оборудование, крупногабаритные заготовки. Технологии, пришедшие из, скажем, технологий сварки, наращивание, наплавка и так далее, и так далее, отличающиеся чрезвычайно высокой производительностью. А размеры мы видим там 2 метра и более. То есть это действительно крупногабаритные детали. Алексей Иванович, вы зачем мой вопрос на экран повесили? Для удобства. Вот вопрос, который, значит, был задан. Ну, значит, здесь все сразу. Что такое цифровые двойники? Да, расскажите, пожалуйста, про цифровые двойники по подробнее. Начинается проектирование, да. Ну, и какова их роль в производстве? Ну, когда мы говорим производство, все-таки мы говорим про производство будущего. Вот. Ну, и я бы сказал, что нужно начать с определения. Мы сейчас занимаемся разработкой национального стандарта по цифровым двойникам. Ну, в первую очередь, я бы хотел обратить внимание, что это не только результат продукта деятельности. Это некая комплексная технология, в нашем понимании, которая начинается с процесса проектирования. А вовсе не тогда, когда мы уже имеем деталь изделия, которое вышло на этап эксплуатации. Вот. Безусловно, это требует разработки большого перечня семейства, мы говорим, сложных мультисциплинарных математических моделей. Они разные, там, вот, 0D, там, 1D, там, и так далее. И, конечно, наиболее сложные – это нестационарное, не линейное дифференциальное уравнение частных производных. Подчеркиваем всегда, что модели должны обладать высоким уровнем адекватности. Это, значит, будет включен в нужный момент процесс валидации, сопоставления результатов численных исследований с натурными испытаниями, с любыми испытаниями, физическими испытаниями, но натурными, будем говорить. Дальше, конечно же, особое внимание мы уделяем поведению в различных условиях эксплуатации реальных материалов. Ключевой момент. Ну и дальше, вот, соответственно, цифровой двойник, технология процесса, создание. Ну и дальше, конечно, нас интересует глобально конкурентоспособная продукция. А теперь компоненты. Чтобы это все сделать, какие же должны быть? Первый тезис – это должны быть лучшие в классе технологии мирового уровня, best in class. Потому что как только мы применим какую-то технологию, которая не отвечает к мировому уровню, она потянет уровень всей разработки финального изделия на уровень ниже. Следующий момент. Мы знаем этот вопрос, когда меня пригласил Клаус Мартин Шваб с лекции в штаб-квартиру Всемирного экономического форума. Это ноябрь 2017 года по поводу, значит, вот темы доклада «Умные цифровые двойники. Фабрики будущего» и двойной прыжок лягушки. Инструменты двойного прыжка лягушки. Как-то стичь мирового уровня, перегнать его там и так далее. Вот для этого нужны, так называемые, цифровые двойники. И первый же вопрос, который был задан, они просили обратить внимание на приоритизацию технологий. То есть, есть набор технологий, вот они представлены. Картинки традиционные, кочующие из одной стратегии развития в другую, в Индус 3.4, 0 и так далее. Соответственно, вот наша приоритизация указана слева. То есть, конечно, ключевую роль играет Digital Design, Simulation, Integration. Это можно системным инжинирингом назвать. Более, если заглядывая дальше, Model B System Engineering. Следующее, высокопроизводительное вычисление. Третье, это цифровая печать, 3D-печать, принтинг, 3D-принтинг, аддитивный мануфектчеринг, производство, передовые материалы, роботы, искусственный интеллект, Big Data, продвинутая передовая аналитика, промышленный интернет, дополненная виртуальная реальность, ну и девятая, блокчейн. А индустриальные биотехнологии, они заблудились несколько здесь. Они, конечно, должны быть в другом разделе. Так вот, можно в зависимости от того, как относиться к приоритизации, сформировать, если первую скобочку рассматриваем, прямоугольничек, это фактически основа формирования цифрового двойника, который основан на физических принципах, physics-based и даже driven, multi-physics и так далее. То есть, это проектирование. И вторая часть, это подход многих компаний, которые говорят, нет, мы возьмем изделие, обвешиваем его датчиками, начнем через промышленный интернет получать Big Data и делать предиктивную аналитику. Вот принципиальное различие между этими подходами состоит в том, что второй подход, мы его даже называем цифровые тени, когда через датчики мы получаем информацию о сложных процессах, которые во время эксплуатации высокотехнологичных изделий. Нормальные условия, нарушения нормальных, аварийные ситуации и так далее. Это цифровая тень. Так она обладает свойством памяти. Она помнит, что с этим объектом было. И она практически ничего не может сказать, что же будет с ним, если будет там что-то. Или будут накапливаться повреждения, или будет какой-то ненормальный режим работы, или аварийная ситуация. А если такой аварийной ситуации не было, то и не знаем, какая будет. Ну и так далее. И цифровой двойник, который обладает, соответственно, предсказательным потенциалом. Он позволяет, если эксперты очень грамотные, анализировать все возможные ситуации, в том числе и аварийные. В итоге, продолжая определение, второй пункт деятельности – это, конечно, системный инжиниринг. Когда мы рассматриваем всю конструкцию, состоящую из системы, подсистем, компонентов. Они между собой связаны, как-то взаимодействуют, взаимно влияют. И рассматриваем их, конечно, на протяжении всего жизненного цикла. От идеи зарождения, если надо, до утилизации. Третий важный момент, в нашем понимании, ключевой с точки зрения формирования цифрового двойника. Так называемая многоуровневая матрица, требования – это то, что у вас в техническом задании на разработку любого изделия есть. Дальше эти требования каскадируются, декомпозируются на части, на целевые показатели. И, конечно, всегда есть ресурсные ограничения. То есть мы ведем проектирование в рамках ресурсных ограничений временных, финансовых, технологических, экологических и так далее. Вот это матрица – ключевой момент. Сейчас это происходит в голове генерального конструктора, который принимает решения, которые ему приносят результаты различные группы или, пожалуйста, по агрегатам главные конструкторы. И у него идет какой-то внутри хитрый процесс, ориентированный во многом на опыт 50-60 лет, если это генеральный конструктор в возрасте и опытный. С точки зрения технологии отмечаем процесс валидации. То есть это мы должны разработать математические модели для любого компонента подсистемы системы и, соответственно, всех возможных режимов эксплуатации, ну и вариантов соединения. В итоге возникает, на самом деле, семейство матриц, которые с каждым шагом, действием, месяцем работы, они уточняются, принимают все большую размерность. Как только мы достигаем число целевых показателей в матрице больше на порядок, чем это принято в отрасли, например, принято в отрасли 100 целевых показателей контролировать, мониторить и на них ввести процесс на основе их 100 показателей процесса проектирования, то мы, если у нас в матрице 1000, то считаем, что фактически у нас вместо лупы появился микроскоп, вместо логарифмической линейки компьютер. Мы видим больше, дальше, точнее, микроэффекты, понимаем, генерируем быстрее, что было в первой части, когда целевая фабрика затрагивалась. И дальше это позволяет перейти полностью к некой новой триаде проектирования. Это виртуальные испытания, виртуальные стенды, виртуальные полигоны. Виртуальные испытания, как правило, для компонентов. Когда мы делаем сборку, переходим к подсистеме, то тогда есть виртуальные стенды. Когда мы рассматриваем систему, виртуальные полигоны. С одной стороны, виртуальные стенды, они могут быть виртуальным аналогом физических стендов, которые есть, но с другой стороны мы можем сгенерировать виртуальные стенды, которые описывают ситуации, которые в стендах и не реализованы. То есть добавляем тельные воздействия, ну, скажем, на вибрационный стенд мы добавляем климатическую камеру какую-то, виртуально строим и заводим в низкие температуры, высокие или сдаем такие режимы, которые на стенде реализовать нельзя. То же самое с виртуальным полигоном. С одной стороны, это, конечно, подмножество тех, которые являются виртуальным аналогом физических реальных полигонов, но с другой стороны мы можем построить любое количество новых виртуальных полигонов для того, чтобы виртуальным образом испытать конструкцию, и когда она выйдет на натурные испытания, с первого раза пройти испытание. Вот это задача, которую должен обеспечивать цифровой двойник. Теперь вот различия между, например, гепарда проведем. Первая часть, которую все понимают. Есть зелененький объект, мы усыпили гепарда и вживили ему датчики. Вот они серенькие, красненькие там и так далее. Формируем цифровую тень. Итак, датчики, промышленный интернет, бигдейта, предсказательная аналитика. Мы не пользуемся никакими законами природы, мы не пишем никаких уравнений, мы пытаемся на основе больших данных выловить основные особенности процесса, более того, даже чего-то предсказать, как будет дальше. И вот это мы называем, скажем так, data-based digital twin, цифровая тень. То есть на основе данных она формируется. В противовесу этому есть более серьезный подход, и он более наукоемкий и приводит к большим, значительным, серьезным результатам. Когда мы опять вот обобщенный model-based system engineering, дальше многодисциплинарные задачи, обязательно simulation, это advanced, это значит уравнение в частных производных моделирования. И оптимизация. Семь типов разных оптимизаций могут быть. Соответственно, вот это все толкает нас вперед и формирует семейство цифровых двойников, которые позволяют нам, обладают предсказательным потенциалом и рассмотреть фактически вот разные ситуации. Как строятся модели? Модели могут быть разного уровня адекватности, простые внизу, потом посложнее, потом более адекватные, потом он побежал, каждая модель в рамках своих возможностей бегает. Ну и дальше вот ключевой момент формирования цифровой двойника. Мы вспоминаем, что есть законы природы физики, механики, динамики, термодинамики, а порождают они вот эти уравнения. Не стационарные, не линейные, как правило. Понятно, что можно делать и одномерные модели там и так далее. С другой стороны, есть цифровая тень, которая вот собирает на основе расположенных где-то в каких-то местах, эксперты подсказали, датчиках большой объем информации и дальше строится попытка предиктивной аналитики. Ну вот это два разных принципиального процесса. Конечно, когда мы разработали свой цифровой двойник, мы тоже знаем, где повесить датчики. Это вот красные точки и зон гораздо меньше. То есть цифровой двойник указывает критические зоны и критические характеристики. Он минимизирует тот объем мусорной информации, которую мы получим и начнем хранить. И есть компании, мировые компании, которые пошли по этому пути и стали генерировать каждый день информации больше, чем смогли обработать. В итоге они захлебнулись просто и случились аварии, которые они не смогли предсказать. Как меняется процесс проектирования? Одно из возможных определений, первое определение цифровой экономики, это кальначе экономика на основе данных, обработки их и так далее, искусственный интеллект ему данные подавай. Соответственно, второе определение, это цифровая экономика со сверхнизкими транзакционными издержками. Это очень важно. Это издержки между поставщиками, между главным исполнителем, между научными группами, между различными специалистами, начиная от маркетологов, которые мыслят рынками и заканчивая материаловедами и конструкторами. Как в рамках цифровой современной промышленности ведется процесс проектирования? Нужно на раннем этапе усадить за один стол. Ну, конечно, здесь это специалисты Аксакала, как мы говорим, имеющие большой опыт десятилетиями проектирования каких-то вот изделий, о которых мы ведем речь. Появляется во главе стола, мы слева видим, заказчик. Он выставляет требования. Зачастую используется бенчмарк лучше, чем и дальше называется какой-то продукт мирового лидера. Дальше он выставляет ресурсные ограничения. Мне надо это за год, за два, за три. Денег у меня столько, ну и так далее. На заводе я буду производить вот таком-то. Технологические производственные ограничения. Требования по экологии, особенно если мы хотим выйти с этой продукции на экспорт. Дальше приглашаются, понятно, условно здесь, это руководители материаловедческих отделов, технологи, программисты, расчетчики, конструкторы. Обязательно маркетологи, которые должны обосновать, а в какую же нишу мы направили наши усилия по продукту, а не окажемся ли мы там в объятиях наших конкурентов и в том числе наших друзей из Китайской Народной Республики, которые делают это давно уже быстро, дешево там и так далее. Ну и вот ключевая роль со стороны заказчика противоположной, это, ну скажем, назовем архитектор. Архитектор вот этой матрицы требований целевых показателей ресурсных ограничений, который проводит анамнез, беседу со всеми, каждый высказывает свой опыт и так далее. Здесь происходит фактически оцифровка этого опыта. Ну и пример, заключение очень быстро, пример из корпорации Росатом, Кейс Твелл, президент Никипелова, Наталья Владимировна, на сайте есть страна Росатом, стенограмма ее выступления. И, соответственно, вот описано, что нужно было разработать систему очистки бурового раствора, ведущей такой вот доминирующей характеристикой, по которой сравнение установок происходит, это виброускорение. Элемент есть вибросита, и установка должна работать несколько лет на уровне виброускорений средних, это 7G. Соответственно, вот пытались сделать, конструкция разрушалась, занимались этим достаточно длительное время, 3 года, мировой лидер красную линию видим 7G, а нам нужно выше забраться. Значит, вот два этапа. Первый этап – это формирование, как мы говорим, digital brainway, цифрового brainway изделия мозга, валидация. То есть мы должны составить математические модели, разработать, которые имеют высокий уровень адекватности тем экспериментам, которые есть у организации по этой теме. Второй этап – это принципиально новый процесс проектирования. Как влияют цифровые двойники? Вот мы видим, что мы рассматриваем много траекторий проектирования без увеличения сроков и без увеличения стоимости проектирования. Их может быть 10, 20, 30, в отличие от традиционного подхода, когда, как правило, одна какая-то траектория, и принимается решение – это делаем, это не делаем. Дальше мы получаем семейство решений, которые все превышают по характеристикам требуемые параметры 7G. Есть решение на 7 с лишним, 9G, 8, 9, 10, 11, 12. Принимается решение, скажем, 8, 8 будем материализовать, то есть изготавливать. В течение месяца мы должны изготовить на том заводе, у которого мы провели технологический аудит, и все ограничения по станкам, по технологическим процессам внесли на этапе проектирования. Вспоминаем, матрица с ресурсными ограничениями. В итоге, значит, полученные решения 9, 10, 11, они, соответственно, мы называем цифровые двойники, сидят в засаде. То есть они могут быть материализованы в любой момент. Мы помним, что за месяц, за три недели завод готов это сделать. Экономисты, которые подклютились, с которыми мы совместно работаем, Александр Александрович Узан, экономический факультет МГУ, гарантированное зарезервированное развитие вы формируете. Дальше, если смотрим на ту задачу, которую решили, вспоминаем, что ее решали более трех лет, то фактически получается здесь три месяца валидация, ну это обязательные этапы, и два месяца проектирования. В 10 раз быстрее, в 10 раз дешевле, в 10 раз меньше специалистов. Но специалисты нужны другого класса, другого уровня, обладающий лучшими технологиями и всеми необходимыми, скажем, вычислительными ресурсами. Если вспоминать Петра Георгиевича Щедровицкого, то он говорит, что новая промышленная революция, а мы живем сейчас в условиях развивающейся стремительно на самом деле новой промышленной революции, порождает новую технологию мышления. То есть, если мы делаем все по-старому, занимаемся усовершенствованием, модернизацией, оптимизацией, улучшениями и так далее, модификациями, это мы усовершенствуем решения из прошлого технологического уклада, из прошлой промышленной революции. А если вот я показал, как садятся за столом специалисты на первом этапе и формируют матрицу целевых показателей и ресурсных ограничений, вот, появилась новая технология мышления. Под ней инструмент, цифровые платформы, виртуальные испытания, стенды, полигоны. Финальная часть выступления президента ТВЭЛа. Создали цифровой двойник системы, конструкция не разрушалась до 10 и выше G, переплюнули мирового лидера 7G, он, кстати, за два года не смог ничего лучше сделать. Ну и дальше, с точки зрения внедрения это все в практику, это фактически мы создали в ТВЭЛе зеркальный инженеринговый центр, зеркальный к нашему, то есть специалисты и ресурсы, которые необходимы. А дальше процесс проектирования, вот слева показан цифровой след процесса проектирования, а снизу обычный, традиционный, когда степ-бай-степ, черные точки, это натурные испытания опытного образца, каждые две недели опытный образец, всего за 8 месяцев 16, а в том процессе, который нарисован сверху, 16 виртуальных испытаний ежесуточно, а всего 700 вариантов за 2,5 месяца рассматривается. Ничего подобного, естественно, традиционный подход не дает. Здесь, конечно, труются в том числе и элементы искусственного интеллекта, интеллектуальные помощники мы называем, и вот важный момент сейчас высвечен в кружочке, это множественное число траекторий, их много, которые мы не знаем заранее, какая приведет к решению. Их может быть 10, 20, 30, подчеркиваю, без увеличения сроков проектирования, стоимости выполнения проекта. И дальше на выходе вот здесь уже меняется бизнес-модель. Если первая часть это бизнес-трансформация, цифровая трансформация бизнес-процесса, проектирование, затрагивающее производство, заглядывающее на этап эксплуатации, то здесь бизнес-модель. А мы получаем 10 решений, все превышающие, скажем, мирового лидера. А какое выводим на рынок? Ну, первое и выводим на рынок. Но у нас осталось еще 7, 8, 10 решений, которые в любой момент могут быть материализованы, как мы говорим. Вот это вот ключевой момент. И на самом деле он принципиально меняет технологию мышления. Все сейчас трудятся, как правило, в старой традиционной технологии мышления. И второй пример, который недавно только что мы завершили, для уральского дизель-моторного завода, цифровой двойник дизельных двигателей. Соответственно, вот если показать на одном слайде, что он из себя представляет, то фактически он представляет на цифровой платформе сборку всех типов моделей, 1D-моделей, от кинематической системы смазки, системы охлаждения и так далее, топливная система. Дальше режим работы турбокомпрессора. Здесь мы имеем в виду систему впуска, выпуска, камеру сгорания и так далее. Задачи так называемые CFD, Computational Fluid Dynamics. И дальше задачи мы видим, finite element analysis, прочность, ресурс самого дизеля и видимые потоки. Это называется цифровая нить, digital thread, как ходит информация от одних задач к другим. Ясно, что за каждым прямоугольничком находятся целые отделы, целые большие коллективы, которые имеют десятилетиями опыт работы. Здесь это все соединяется на одной платформе. Эти потоки быстро перебегают из одной части в другую, когда мы решаем за сутки несколько сотен задач. Вот что такое цифровая фабрика, генерирующая цифровые двойники, которые позволяют получать результаты, которые, ну скажем так, традиционные подходы будут получать долго и дорого. Закройте, пожалуйста, презентацию, вопросы будут не по ней. Расскажите, пожалуйста, по поводу цифровых двойников, немножечко поподробнее касательно, в каких конкретно отраслях промышленности эти цифровые двойники применяются, где больше, где меньше и почему. Ну, в первую очередь, я это все подчеркивал, с кем мы работаем, это высокотехнологичные отрасли промышленности. Это первый лидер, безусловно, потому что самый большой рынок, самая большая конкуренция – это мировой автопром. Мы, начиная с 2006 года, работаем с мировыми лидерами, с брендами. Действительно, это мировые лидеры. Это Мерседес, это в интересах выполняем проект, это БМВ, ну и дальше по списку. Всего выполнено более 200 проектов. И, конечно же, здесь достигнуты самые большие результаты, когда цифровые двойники позволяют с первого раза проходить все необходимые испытания. С точки зрения России, кто является лидером сейчас в России, конечно… Да, если можно, конечно, назвать. Двигатели строения, в первую очередь двигатели. Понятно, что в автопромах, КАМАЗ, УАЗ мы интенсивно с ними работаем. Проект «Кортеж», в частности, головной исполнитель на МИМе принимали активное участие. И многое было сделано и получилось благодаря именно цифровой платформе, цифровым двойникам. Но сейчас наиболее так стремительно развивается самая наукоемкая область по определению ЮНЕСКО – это двигатели. Авиационные, вертолетные, газотурбинные двигатели, ну и дальше вплоть до «Газпрома» они необходимы. Вот здесь тоже большая цена опытного образца, стоимость разрабатывается достаточно долго. Ну и, соответственно, очень заманчиво иметь меньше опытных образцов и постараться организовать таким образом, чтобы проходить испытания с первого раза, оставаясь на минимальном числе изготовления опытных образцов. Дальше железнодорожный транспорт подключился, вот дизель и судостроение, кораблестроение, то, что было. Ну и дальше вообще все говоря о отрасли. Ясно, что строительство подходит через BIM-технологии, но это далеко не цифровые двойники, это все-таки информационные технологии. И здесь в первую очередь решаются проблемы управления стоимостью, менеджмент, total cost management, то, что называется. Это важно и для строительства атомных станций и, скажем, подводных лодок кораблей, которые строятся годами, 3, 5, 7 лет. Здесь вот другие чуть-чуть проблемы, хотя они все движутся в сторону цифровых двойников. То есть где нужно, и так подводим режиме цифровой двойник, где наукоемкая продукция, высокотехнологичная, где есть мировой лидер, и мы хотим с ним конкурировать, и нам нужно сделать лучше, чем у него, но не проходить тот долгий путь, который он шел десятилетиями, и те серьезные финансовые вложения, которые он уже сделал. А нам нужно выпрыгнуть, вот так называемый двойной прыжок лягушки. Первый прыжок выпрыгиваем на мировой уровень, второй прыжок опережаем мировых лидеров. И таких примеров достаточно много уже для российской промышленности. А расскажите, пожалуйста, с чем, с какими проблемами вы сталкиваетесь, если говорить о развитии цифровых двойников? Промышленность вообще готова к этому? У нас было сказано, это изменение технологии мышления, но, естественно, человек так устроен, что ему комфортно жить, соответственно, так, как он жил раньше, несколько лет и так далее. Все это экстраполируют вперед на несколько лет до пенсии или даже дальше, типа не меняться. А тут нужно изменения. Известно, что в коллективах только 10% людей, специалистов готовы к изменениям. А критическая масса для того, чтобы эти изменения затронули всю организацию, продуктовую линейку, составляет примерно 20%. Для этого нужно совершенно новые, значит, специалистов порядка еще 10%. Откуда вот и тяга многих компаний привлечь лучших ведущих специалистов или аутсорсинг затеять. То есть вы считаете, что проблема… Нет, то есть мы фактически вынуждены были вспомнить, несколько лет пожили прекрасно без такого слова, как внедрение. Сейчас мы его вспоминаем, потому что внедрение – это преодоление некого сопротивления. И тогда нужна политическая воля в компании самого верха. Это либо руководители, либо владельцы компании. Потому что среднее звено, их все устраивает. А почему-то они считают, что им обеспечена работа вот на много десятилетий вперед и место на рынке. На самом деле рынок стремительно меняется, становится наукоемким, высокотехнологичным вслед за технологиями. Появились монстры типа Китая, который стремительно развивается. Путем копирования он развил свою мощную экономику промышленно. Расскажите, пожалуйста, вы видите проблему только в кадрах? Вообще промышленность готова технически к созданию цифровых дубойников? Ну, если у них земля горит под ногами, то деваться некуда. Промышленность стоит в очередь. Если она в какой-то сидит нише и, что называется, у нее нету, у руководства нету, поязни за будущее, все, казалось бы, хорошо, но они сидят и ждут, занимаются легкими такими вариантами цифровизации. Типа дело производства или еще что-то. Это, конечно, к цифровым двойникам не имеет отношения. Во-первых, слово автоматизация не имеет, конечно, к современному этапу отношения. Это все относится к предыдущему этапу развития. Сейчас, конечно, если одним словом характеризовать, то интеллектуализация. Причем замешанная очень серьезно на больших объемах данных. И я все время подчеркнул, что не просто хранение, обработка, пересылка, защита информации, а генерируются очень большие объемы данных в короткое время. Ну, вот приводил пример. Мы генерируем терабайт за два дня. Вот это очень большие объемы содержательных данных, не мусорных данных. Да, это большие объемы, действительно. Есть у нас вопрос в чате. На каких программных продуктах вы работаете? Значит, ну вот у меня был тезис, что лучший продукт можно создать с помощью лучших мировых технологий. Это раз. Соответственно, лучшие мировые технологии. Если называть конкретно, там, КАД-системы, то, конечно, это в первую очередь системы Сименс, ДОСО. Если вычислительные системы, КАЕ, компьютерный инжиниринг, компьютерный инжиниринг, то это, конечно же, в первую очередь, Энсис, ДОСО, ну и Сименс и так далее по списку. То есть ты не можешь победить мирового лидера, если ты используешь технологии, которые уже на этапе даже технологий им проигрывают. А вот дальше, где российская появляется, вот я упоминал цифровая платформа. Вот цифровая платформа, она полностью российская, наша разработка, которая обеспечивает доступ ко всем мировым технологиям и организован на ней принципиально другой процесс проектирования. Начиналась там от цифровой фабрики, другая технология мышления, другой процесс проектирования, другой объем данных. Вот это все российское. И аналогов нету, и на рынок она не очень выпускается, потому что это ключевое конкурентное преимущество для достижения конкурентных характеристик. И исключительно только серьезным компаниям, высокосхиологическим, под заказ, под создание той или иной продукции. То есть это действительно реально будущее. То есть можно сказать, что мы можем конкурировать с мировыми лидерами благодаря этой платформе? В том числе, да, и я бы сказал, и в том числе, и в первую очередь, да. Потому что она существенно на порядок, в некоторых случаях на порядке интенсифицирует деятельность. То есть если взять человека, выхватить вот из традиционных процессов, он даже через три дня скажет, я не понимаю, что происходит. Потому что идет такой большой объем данных, они анализируются, принимаются настолько быстрые решения. То есть фактически цифровой твойник – это комплексная такая технология, в которой искусственный интеллект, если большие данные есть, и все вычисления вплоть до высокопроизводительных, и самые наукоемкие, скажем, пакеты прикладных программ, ну, программные системы. А насколько она, скажем так, опасна? Насколько ее легко взломать, что-то украсть, какие-то данные? Ну, практически невозможно, по той причине, что человечество, ну, заранее потрудилось. То есть и файла такого, что вот мы украдем сейчас цифровой твойник, его фактически нету. Он собирается, как вот когда-то были там бинарные смеси, то есть они опасны, когда их соединишь вместе. Так и цифровой твойник, он собирается, ну, скажем, вот я рассказывал систему. Система, подсистемы, компоненты, там, разные модели, они могут храниться на разных серверах, в разных странах, там, и так далее, и так далее. То есть ты даже не понимаешь, чего тебе надо украсть. Ну вот, и, соответственно, все системы, так же, как это, ну, конечно, это в вооружениях были отлажены, там, скажем, система многих ключей, когда, ну, соответственно, несколько специалистов со своими паролями должны собрать, задать их для того, чтобы все сгенерировалось. Это можно рассказывать. Современные методы кибербезопасности. Все это понимают, что, ну, ясно, что это не так должно делаться, как это делалось раньше. Есть еще один вопрос в чате. Насколько критично иметь суперкомпьютер для реализации проектов? Не для всяких задач нужен суперкомпьютер. Вот, многие классы задач можно и без суперкомпьютера. Просто суперкомпьютер, это часто, ну, в первую очередь, какой класс задач требует вот этих тысяч ядер? Это где, так называемая, вычислительная гидрогазодинамика, где есть камеры сгорания, где есть какое-то внешнее обтекание, ну, это вся авиация, ракетно-космическая деятельность. Внешняя, внутренняя гидро-аэрогазодинамика. Процессы горения. Вот здесь, конечно, это суперкомпьютерные технологии. Скажем, если вот даже взять известные краши, краш-тесты в автомобилестроении, ну, в принципе, их можно спокойно делать на кластерах, доступных и даже для научных групп. Это 128, там, ну, 256 ядер, это вполне возможно. А вот тысячи ядер, там, десятки тысяч ядер, это очень сложные задачи. Ну, это все, как правило, задачи государственной важности, то есть это федерального такого уровня, там, и так далее. Давайте теперь вернемся тогда к бионическому дизайну. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это такое вообще, зачем это нужно в промышленности? Смотрите, ну, если ее спросить промышленность, она скажет, это нам и не нужно. Потому что промышленность, она консервативная, она будет держаться до последнего, благодаря людям, сотрудникам делать все то, что она уже имеет. Ну, в этом случае возникает наибольшая маржинальность, то есть все издержки снизены для предела, а тут что-то надо делать новое. Соответственно, что такое бионический дизайн? С одной стороны, слева мы видим, что очень бурно развиваются компьютерные технологии. Ну, понятно, сначала дизайн, компьютерный дизайн произвел революцию, это многократно отмечалось. Дальше инжиниринг, дальше высокое производительное вычисление, оптимизация. И вот слева вверх пошла красная кривая, которая там вот вверху коричневая точка. А с другой стороны развивались технологии производственные. Ну, скажем, мы упоминали литье, дальше CNC технологии, ЧПУ обработки, многофункциональные станки. Дальше появились аддитивные технологии. И вот если два этих тренда совместить, компьютерный инжиниринг, аддитивные технологии, то можно получить новые результаты. Теперь вот как это трактуется совершенно, ну, скажем так, всего два года назад. Одно из ведущих аналитических агентов SimData, генеративный дизайн. Появился такой термин генеративный дизайн, во многих программах он появился. И вот здесь вот как раз в зависимости от требований к изделию, вносится достаточно быстро много изменений в конструкцию, генерируются разные варианты. Некоторые элементы этого, ну, осмысленного такого генеративного дизайна я показывал, когда идет одновременно проектирование по 20-30 траекториям. Вот. Дальше, естественно, есть вот эксплуатационные требования, режимы ограничения. И вот это все очень быстро проворачивается, скажем так, на цифровой платформе. Ты очень быстро получаешь результаты. Фактически, будем говорить примитивно, компьютер помогает тебе генерировать правильным образом лучшие решения. И здесь вот происходит, вот отмечена конвергенция технологий. Конечно, это передовые материалы. И тут как раз возникла, соответственно, вот аддитивная технология, они сняли ограничения с точки зрения производства. Ну, вот, advanced manufacturing и additive manufacturing возникло. Дальше, в том числе, большие данные аналитика, вот генеративный дизайн через масса применения, это порядка семи применения технологий. Ну, вот, но здесь это, я бы сказал, сродни уже бионическому дизайну. Потому что, с одной стороны, там можно подглядеть решения в природе. Это биомимикрия, биомиметика называется. Вот. А с другой стороны, ты начинаешь генерировать решения, которых в природе, естественно, нет. Но они очень потом, когда ты их генерировал, в некоторых случаях ты находишь что-то похожее. Ну, вот эти вот технологии, мы говорим, принцип Микеланджело, он говорил, что скульптуру сделать очень просто. Отсекаешь все лишнее и все. Ну, вот. И вот это вот принцип, который заложен в топологической оптимизации. Вот есть болванка зеленая, а потом мы получаем, в зависимости от условий закрепления, сопряжения с другими деталями и внешних воздействий, конструкцию, которая вот представлена справа. И мы видим, это авиационный кронштейн, что результат снижения массы 77% по сравнению с тем, что делают обычно. Это очень много. Дальше мы начинаем понимать, хотим разобраться, а где же место этим подходом. И вот левая картинка это показывает порог рентабельности аддитивного производства. Аддитивное производство, ну, конечно, когда у нас достаточно малые серии. Если мы большие серии, то зачастую окажется, что традиционные подходы гораздо выгоднее. Вторая кривая, которая показана, здесь мы идем по горизонтали, по оси абсты, сложность изделия. И здесь, в этом случае, уже преимущество аддитивного производства начинается в третьей зоне, куда, скажем, CNC-технологии даже и не доходят. То есть они скажут, не изготовить такое изделие мы не можем, мы его разрежем на части, введем соединения, сварку, фланцевые соединения и так далее. Ну, а это есть, вообще говоря, ухудшение конструкции. То есть мы должны забираться в зону, когда очень сверхсложные изделия, их можно напечатать, скажем так, за один заход, скажем. И тогда получается, что вместо 50 компонентов изделий, которые соединяются в конструкцию, достаточно всего лишь 5, на порядок меньше. Легче они получаются и так далее. Но для этого промышленность должна находиться в этой зоне конкуренции. И тогда вот получается, с одной стороны, традиционный подход, мы копируем природу, и там вот птичка зимородок, и, соответственно, носу, условно, Сапсана показан, он очень напоминает ее. Мерседес выпустил автомобиль, который напоминает рыбку. Ну, достаточно такие совершенные аэродинамические формы. Ну, и современный подход, когда, естественно, моделирование, естественно, оптимизация, она толкает вот это развитие дизайна. И таких примеров очень много. Мы получаем, так называемые, причудливые такие формы, до которых додуматься было бы очень сложно. Как это реализовано на практике? Есть оригинальная конструкция. Берем тот же самый кронштейн, она весит килограмм. Мы выпрыгиваем наверх, получаем решение, которое с помощью аддитивных производств можно изготовить. Они у нас есть, естественно, в металле. Мы видим, что оно легче в 4,37 раза на 77% снижения. И вот здесь, получается, мы подглядели очень оптимальное решение. Нам говорят, нет-нет-нет, его изготавливать не будем, потому что не хотим рисковать. Будем делать с помощью традиционных CNC-технологий. Пожалуйста, вводим ограничения, говорим, нет, не будем использовать аддитивные технологии. Уходим на субтрактивное производство. Но мы уже хорошее решение-то получили, оптимальное. Получаем, что мы снижаем массу, то есть она увеличивается этим действием, опускаем все вниз на 31%. Но по сравнению с исходной, все равно решение в 3,33 раза легче. То есть финальная часть или может быть востребована, если уровень зрелости, готовности предприятия и главного конструктора к применению этих решений, уже достиг этого уровня, тогда можно применять в 4,37 раза легче. Если нет, возвращаемся назад, пожалуйста, все равно в 33,33 раза лучше. Снижение массы на 70%. Это сейчас, кстати, наиболее часто используемый вариант. Не хотят рисковать с аддитивной. Ну и, соответственно, сразу получаем такие решения. А дальше можно рассматривать ситуацию, когда у нас есть материал, аддитивная установка и изделие. И, соответственно, как достигать мировой уровень. Ну и здесь вот показаны решения, которые мы достигали с нашими партнерами. Мы видим, что внутри, ну, скажем, такой бурелом, не очень понятно, как расположены эти детали. То есть все время ты слабое звено поднимаешь на мировой уровень. Фактически это достигается за тем, что ты меняешь концепцию. Идешь не от материалов, технологии, конструкции, продукт, а ставишь задачу в обратном порядке. То есть сначала говоришь, будем, говорим, продукт. Дальше оператор оптимизации. И меняем здесь все, оптимизируем и конструкции, и технологии, и материалы. И получаем, конечно, совсем другие конструкции, которые можно изготовить. Вот здесь достигается как раз превышение мирового уровня, когда мы оптимизируем все. Ну, и эти подходы у нас часто уже реализуются. Ну, здесь пример. Аж в 17-й год, то есть три года назад с вертолетами России, которые пришли к нам. Была группа 10 человек. Каждый имел свою задачу. Реальный объект, реальный кронштейн, реальный ползун из вертолетостроения. И вот мы видим результаты. В самым таком слабом, худшем для нас случае удалось снизить массу на 16%. А в лучшем случае мы видим там 48, 53, 61. То есть в первом случае практически путем десятилетия опыта проектирования достигли, пришли к оптимальному варианту конструкции. В некоторых случаях запас вот составляет очень значительно. Листний материал, материальную емкость превышала. Мы ее снижаем, дальше делаем, печатаем в металле. И эти детали проходят ресурсные испытания. То есть это не просто показывается, так можно было бы сделать, а они реально делаются. Ресурсы имеют не хуже, чем сделанных деталей традиционным путем. Но, как правило, меньше мы видим на вес меньше, на 50, на 60% и так далее. Вот это очень важно для разных деталей. То есть каждый человек, работник, инженер вертолетов России, работал со своей деталью, которую ему назначил главный конструктор. И вот видим серьга, опора, шлиц, шарнир, кронштейн, чаша, корпус и так далее. Тут вопрос в чате. А считали ли вы долговечность? Да, долговечность тоже считается. Естественно, она считается, сначала у нас получается вариант некий, дальше есть детальная концентрация напряжений. И мы понимаем, чтобы снизить или повысить долговечность, то нам нужно равномерно распределить, условно равномерно, материал таким образом, чтобы снизить концентраторы напряжений. Ну, а дальше уже тонкое развлечение уже идет. Или это малоцикловая усталость, или многоцикловая усталость. Да, можно таким путем добиться изделий, которые имеют ресурс значительно выше, чем у тех деталей, которые сейчас изготавливаются путем традиционных технологий. Да, возможно. Спасибо большое. Пожалуйста, большое. Продолжаем. Ну, дальше вот о развитии аддитивных технологий. Ну, вы частично уже рассказали, расскажите. Частично рассказал, но прорывы, вот если то, чем мы занимаемся, вот опять-таки, ну, смотрите, первая методика построения высокоадекватных моделей. То есть это, конечно, мы ключевое внимание уделяем материалам. Потому что одно дело, материал получен в результате, скажем, традиционных подходов, литье и так далее, обработка. И другое дело, то, что у нас получается в результате аддитивных технологий. Конечно, нас представляет интерес, для нас, и вообще это мировой тренд, уйти в материалы, которые мы видим. Это так называемые метаматериалы. Это пенистые материалы, ячеистые материалы, которые позволяют реализовать некоторые функции, которые, ну, недостижимы в традиционных материалах. В том числе, наведенная анизотропия по тому или иному закону, градиентные свойства, которые раньше, ну, только лишь какими-то покрытиями, наплавками достигались там и так далее. И вот это вот фактически играет роль. Здесь объединение уже цифрового двойника, когда мы разрабатываем элемент конструкции. У меня вопрос по материалам, просто по предыдущему слайду. Подскажите, пожалуйста, а какие конкретно металлы вы используете? Ну, практически все, то есть и алюминий, и сталь, естественно, и титан. Разные сплавы. То есть фактически все есть установки, которые позволяют охватить вплоть до высокотемпературной сейчас керамики. Тут сместили все интересы. Вот с точки зрения высокотемпературных задач, двигатели строения, лопатки, высокотемпературная керамика. То есть это в основном в авиастроении используется, да? Ну, конечно, да. Все наукоемкие отрасли, они бегут вперед, потому что там вот возникают экстремальные условия использования, режимы и так далее. Если ты там добиваешься успеха, то фактически ты дальше редуцируешь эту тематику и все подходы до, ну, скажем, гражданской, обычной сферы там и так далее, и так далее. Почему всегда почетно работать, ну, скажем, там, с формулой-1, там, с авиацией, с ракетной техникой и так далее. Там достигаются максимальные показатели как по материалам, как по конструкциям, так и по условиям, в которых, ну, режим эксплуатации, в которых работают конструкции. Он пишет, что тема интересная по материалам. Вы не могли бы еще раз вернуться на слайд? Подскажите, пожалуйста, а почему пластик вы не используете или вы используете? На начальном этапе мы очень активно использовали пластик, конечно же. Но это считаем, что достаточно пройденный этап. Если какие актуальные проблемы в пластике, да, литье пластиков или аддитивные технологии, то я бы сказал, это упрочнение с помощью, в том числе, до-нано дисперсных там частиц в нужных местах или короткие волокна для того, чтобы, ну, решить тельные проблемы. То есть, фактически, масса матрицы – это пластик тот или иной. А следующая задача – а где же нам нужно локально, значит, увеличить, ну, скажем, жесткость? Не ухудшив прочностные характеристики, ресурсные там и так далее. То есть, оптимизация по пространству, распределение включений, упрочнений по пространству в зависимости от условий работы этого элемента конструкционного. А какие-то другие материалы вы используете? Кроме металла, кроме пластика, кроме композиции. Ну, я бы сказал, используем все материалы. Здесь вот был рисуночек вот этот важный, я к нему вернусь. Вот здесь нарисованы вообще все материалы, которые есть на Земле. Вот левая сейчас выскочит диаграммка, вот она выскочила. Вот белые контуры – это контуры, это так называемые термодинамические состоятельные материалы. То есть, все материалы, которые есть, а если мы внимательно начнем рассматривать, то здесь есть и металлы, здесь есть даже и вот алмаз и так далее. Здесь есть пены, пластики и так далее. То есть, все существующие материалы, вот они образуют некое такое семейство. Вот это семейство композитов идет. Соответственно, наша задача. Здесь какие оси, я не забыл сказать, извините. Ну, скажем, по оси горизонтальной плотность, по оси вертикальной, скажем, ну, какая-то жесткость, прочность и так далее. Можно приведенные характеристики интересуют. То есть, максимальная прочность, жесткость, ну, вплоть до долговечности на единицу вот плотности. Тогда мы говорим, а нам нужно попасть вот в эти вот белые зоны. Вот они, белые зоны. Плотность минимальная, это вот здесь мы находимся, а жесткость, прочность, она вот близка к максимальной. Это алмаз, например, да? Ну, вот алмазы. Ну, вот, соответственно, вот в эти зоны попасть. Мы видим, что ни один сплошной материал, который нарисован, не достигает этой зоны, существующей на Земле. Но законы термодинамики оставляют нам белые вот эти пятна. Наша задача попасть в эти белые пятна. Да как в них попасть можно? Вот я показывал вот эти примеры, сейчас еще разок их высвечу. Вот они вот здесь вот высвечены сейчас. То есть, ты должен формировать некую такую ячеистую слои. Ну, вот они получаются, вот такие вот материалы. Вот они сейчас мелькнут. Вот они очень непредсказуемые, ну, мы говорим, latest structures, то есть сотовые, пенистые, нерегулярные структуры, которые позволяют реализовать вот они изотерапию и градиентные свойства, сохранив требования по прочности, по жесткости, по вибрациям, то есть мы управляем спектром частот, по перепадам температур градиентом там и так далее, и так далее. Вот это и вот иллюстрирует эта формула, оптимизация одновременно конструкции, технологии изготовления, разные могут быть, и материалов. И тогда возникает материал в ходе генерации вот этого оптимального изделия. И он может быть в каких-то случаях пластиков, каких-то алюминиев, каких-то композит мы увидим, что надо применять. Ну, вот каких-то это может быть алюминий, титан или металлы. Вот спрашивают, ход азостатик прессинг, технологию использовали, используете, планируете ли использовать в постобработке изделий из аддитивной печати? И есть ли подобный опыт? Ну, конечно, обязательно она используется, особенно если мы говорим про там лопатки или еще что-то, да, технологии, ну, скажем там, шлифовки обязательно используются. Доведение до требуемых характеристик вот изделия. Понимаю, что аддитивные технологии – это, ну, скажем так, не всегда можно финальный результат. Хотя тренд – это действительно получение с помощью аддитивных технологий финального изделия. Без дополнительной постобработки. Это мечта, скажем так. Но здесь просто нужно поймать тренд совмещения, измельчения зерен. То есть зерна становится, ну, зерна имеется в виду порошок. В данном случае порошок становится размером с ферридального порошка меньше, и тогда можно, соответственно, снижать требования по постобработке. В некоторых случаях аддитивные изделия будут устраиваться. Давайте вернемся тогда к аддитивным технологиям. Вторая часть их – это, скажем так, оборудование, принтеры. Вы какие-либо принтеры производите, пытаетесь создать, или вы используете уже готовые, собственно? Ну, с одной стороны, пытаемся создать и разрабатываем. Вот, например, пример, который здесь аппаратно-программный комплекс. Понятно, что всегда должно быть программное обеспечение. И в данном случае высокоточное аддитивное лазерное выращивание. Ну, а дальше мы видим короткоимпульсные пикосекундные лазеры. То есть, с одной стороны, разные технологии. Как с точки зрения, ну, условно, скажем так, порошков для аддитивных технологий. Это атомайзеры или плазматроны. И то, и другое у нас направление представлено. Вот, и плазматроны как раз, скажем так, свои. То есть, мы свои порошки делаем. Ну, а дальше вот мы видим прецизионное управление энергией плавления. Управление свойствами выращиваемого материала. Ну, и вот размер зоны плавления менее 20 микрон. То есть, это достаточно высокие характеристики. Ну, и высокая точность выращивания. Это с точки зрения прецизионных, ну, изделий. Потому что я упоминал такой подход, как прямое лазерное там выращивание, идущее от наплавки. Оно как раз дает высочайшую производительность. То есть, это может достичь очень быстро выращивать изделия. Но тогда это крупногабаритные изделия, не прецизионные. Дальше вот такая установка, ну, соответственно, оборудования ООО «Аддитивные технологии». Он член нашего консорциума. То есть, есть партнеры. Мы не, скажем, закрываемся от них. Можем использовать их оборудование. Ну, и, соответственно, вот песчанополимерно-литейные формы. Дальше, ну, сплавы, получаемые аддитивными технологиями, это синтез интерметалитных сплавов, соответственно, происходит. То есть, очень серьезная материаловедческая группа, ну, имеющая определенное оборудование мирового уровня. Крупногабаритные изделия, о которых я все время говорю, электродуговое выращивание. Примеры его, соответственно. Ну, технологии разработаны, режимы наплавки и так далее. Ну, и алгоритмы выращивания конструкции двух-трехмерных конструкций с точки зрения размеров. Аддитивные технологии изготовления керамических изделий. Это все связано с высокотемпературным. Мы видим создание композитной смеси на базе углерода тех или иных вариантов. Ну, и 3D-печать методом струйного нанесения связующего. Тельные заготовки. Ну, и композиты я готов сказать, если мне интересно. Ну, давайте, да, немножко поподробнее про композитные материалы проговорим. Что разрабатывается в НТИ? Идем с двух сторон. С одной стороны, это, собственно, подход материаловедческий. Но наиболее интересно, конечно, подходить к композиционным материалам со стороны композитных структур, конструкций. А что же мы хотим в итоге сделать? То есть мы все время вот этот обратный подход проповедуем. И тогда выясняется, что в некоторых случаях, вот в данном случае там лопатки компрессора, это будут плетеные композиционные материалы. И тогда нужны технологические процессы, как нам сплести вот такие тоже крупногабаритные метровые, скажем, лопатки компрессора. Вот она здесь неправильной формы, лопатка такая показана. Это текстильные, так называемые, композиты. Класс плетеных текстильных композитов. Следующее, фактически, ну, опять-таки, везде большую роль играет моделирование композиционных материалов. И на базе цифровой платформы нашей, она CML Bench, ну, вот есть, соответственно, те или иные базы данных материалов. Более 30 стандартов испытания, которые мы можем проводить виртуальные висы, это виртуальные испытательные стенды. И так далее. Ну, и там пошли проекты, которые ставим. Где это применяется, так иначе, на основе каких материалов. Дальше установку мы создали по получению однонаправленной ленты. Это очень важно, потому что дальше эти ленты при плеге могут быть использоваться много где. Это, в первую очередь, про термопласты. Речь идет отечественная технология получения однонаправленных лент из углеродных волокон. И термопластичные полимеры. Схема установки представлена. Дальше фотооборудование. Понятно, что здесь есть и этап пропитки, и горячего прессования. Ну, и дальше вот полученные материалы, экспериментальные материалы. Сейчас секундочку вернусь назад. Вот материалы, которые указаны, и пики, и различные варианты, которых там, в частности, вы и спрашивали. Дальше мы, естественно, исследуем материал. А свойства какие-то мы должны получить хорошие характеристики. Расскажите, пожалуйста, немножко поподробнее, как вы испытываете материалы. Где это происходит? Кто... У нас есть сертифицированные лаборатории внутри Политехнического университета. Это установки либо Инстрон, либо ЦВИК. И, соответственно, которые... Ну, вот процессы испытаний на растяжение мы видим, испытания на изгиб. Изучается микроструктура. Изучается микроструктура после проведенного испытания, что с ней произошло. Ну, и идет, естественно, всегда сравнение с зарубежными аналогами. Вот в этой табличке наш материал класса ПЭК мы сравниваем с аналогичными материалами из этого же класса. Ну, вот мы видим, тут указаны какие-то теноксы, с олвой. И, соответственно, по характеристикам мы видим, что у нас не очень уже хуже. В некоторых случаях даже и лучше. Ну, и объемное содержание очень важно. Вот волокна 30 до 60 процентов. Это достаточно много. Ну, а дальше, как это происходит, развитие проекта, когда мы выходим от, в частности, консолидированной ламинации от сухой. Сухая пропитка, технологии консолидации и так далее. Через базу данных моделирования мы выходим на математические модели процесса. Выкладки ленты, там экструдер и головка для выкладки. Ну, и дальше робототехника. Это уже система позиционирования, поворотный стол. Дальше следующее направление, которое развивается в центре НТИ, металломатричные композиты с графиновым наполнителем. Вот здесь вся информация представлена. Какие металлы, какие крупнозернистые металлы, какие нанометаллы в качестве наполнителей. То есть, скорее всего, нужно связываться, запрос или приезжать, смотреть. То есть, все лаборатории, ученые, инженеры все есть. Соответственно, отрасли, по которым работа ведется, это авиастроение, двигателестроение. Или, вот важно, микроэлектронные устройства, электрические контакты. Тоже такие работы есть. Ну, и, наконец, вот, опять-таки, графиновый наполнитель, керамическая матрица. Это оксиды циркония, ну и модифицированные оксиды митрия. Соответственно, здесь работы направлены были на получение повышенных свойств с точки зрения трещиностойкости. Или, наверное, то, что я все время говорил, жаростойкие покрытия, турбинах, электролиты в топливных элементах. Вот. Хорошо, спасибо большое. То есть, я правильно понимаю, что можно к вам приехать, всем желающим, на экскурсию? Да, написать письмо. Запрос всегда представляет интерес, вопросы для обсуждения, потому что, скажем, Центр НТИ, это достаточно большая организация, более 900 человек работает, много подразделений. Вы видели, по разным направлениям, по разным отраслям. Для того, чтобы понять, кого что интересует, обычно у нас каждый день проходят 2-3 делегации из разных организаций по разным темам. Тогда задействованы совершенно разные подразделения. То есть, согласовать программу визита, вот так, и вопросы для обсуждения. А кто у вас работает, где вы находите сотрудников? Ну, в первую очередь же, это политический университет. Это достаточно большой ведущий университет страны. Вот он стал научным центром мирового уровня. Единственный технический университет, я подчеркиваю, который был инициатором, координатором подготовки заявки. То есть, большая, серьезная, фундаментальная наука. Мы говорили про статьи Q1, Q2. Очень серьезные работы с промышленностью. И мы лидер с точки зрения церкового проектирования, муцелирования в стране. Дальше ресурсы, которые позволяют это сделать. Об этом упоминал Суперкомпьютерный Центр Программного Обеспечения. Ну и дальше настроена подготовка кадров. Все-таки у нас учатся порядка 24 тысяч студентов. Ну, из них, скажем так, пятая же возьмем часть. Третья часть, ну, вот где-то примерно так. Это инженерно-технические направления, которые ориентированы на высокотехнологичные отрасли промышленности. Лучших мы отбираем. Они у нас участвуют в НИОКРах на этапе магистратуры. Сейчас будем перестраивать подготовку в магистратуру для тех, кто либо ученый, ну, статьи, исследования или промышленность, присоединяя 4 года аспирантуру. Либо работа в инжиниринговом центре, который, собственно, работает с промышленностью, выступая главным исполнителем по многим проектам для ведущих компаний страны. Я надеюсь, все, кто нас смотрит и является еще студентами, примут во внимание эту информацию. А из других институтов берете? Да, конечно. И с рынка в том числе берем. Имеется в виду лучших специалистов, если они заинтересованы вот этой интенсивной такой деятельностью, опять-таки, с компаниями, корпорациями и так далее. А скажите, пожалуйста, а зачем, в принципе, нужно разрабатывать новые порошки? Ну, поймите, что всегда актуальными являются отечественные порошки, импортозамечения, по той причине, что если мы живем вдруг не на отечественных порошках, ну, в любой момент может прекратиться поставка. Что, собственно, и происходит. Поэтому общий тренд. Мы держим мировой уровень, понимаем, на котором он находится через лучшие зарубежные, скажем так, порошки, установки и так далее. Отлаживаем технологии проектирования и изготовления. И параллельно этим занимаются многие успешно. Организации в стране, компании, ну, разрабатываются те или иные отечественные установки, которые по характеристикам должны быть не хуже мировых. Но вот здесь очень важно не только единожды выпрыгнуть на этот мировой уровень, а очень важно удержать потом темп развития, которым идут мировые лидеры, с тем, чтобы тоже ежегодно улучшать характеристики, измельчать порошки, добиваться либо прецизионных, либо крупногабаритных установок, позволяющих это печатать, стильные гибридные технологии и так далее, и так далее. Но это научно-технологический прогресс. А расскажите, ну, мой вопрос был скорее связан с тем, что не является ли рынок уже перенасыщен имеющимися порошками, причем отечественных производителей? Ну, в том числе и есть, да, конечно, безусловно. Это можно сказать, да, что рынок достаточно хорошо насыщен. И основная проблема, и это я тоже подчеркнул, что скорее в проектировании, в инструментах проектирования под аддитивное производство, в некоторой боязни главных конструкторов применять аддитивно изготовленные детали, и в некотором, естественно, отставании нормативной базы, которая может тормозить от применения аддитивных технологий, аддитивного производства и деталей. Спасибо вам большое, но если вам что-то добавить еще по поводу металлических порошков, вами разрабатываемых? Да нет, пожалуй, ничего. То есть, вот я говорю, по двум направлениям мы идем, если установки, с помощью которых они изготавливаются, да, это автомайзеры плазматроны, и дальше, соответственно, те или иные аддитивные установки, где это применяется для достижения в изделии. Конечно, всегда волнуют финальное изделие и его ключевые конкурентные характеристики. А с кем вы работаете по созданию порошков? Есть ли какие-то внешние компании? Или это только... Нет, есть в том числе и внешние компании, партнеры, с которыми мы работаем, конечно, вне всякого сомнения. И, может быть, вы расскажете подробнее про проекты в области аддитивных технологий, если еще осталось время. Ну, пожалуйста, значит, одни из ярких применений аддитивных технологий были, ну, если брать экстремальные характеристики, это, соответственно, печать керамических сопол для ракетной техники. Дальше. Конечно же, очень много у нас работ, которые мы делаем с нашими медицинскими учреждениями, это так называемые импланты, да, которые, соответственно, вставляются в человека, там делаются операции и так далее. Здесь основная ключевая проблема – это сделать их такими же по жесткости, как кости наши, ну, и желательно, значит, по долговечности обеспечить. Вот, ну, здесь тоже большой цикл работ ведется, ну, с институтом Вредона, который у нас есть по протезированию. Вот, это, ну, ясно, все практические конечности, в том числе, там, голова, там, и так далее. Есть много работ, которые, турновый институт – это для детишек, для, соответственно, внедрения технологий. То есть это медицинские применения. Дальше, конечно, ну, опять-таки, один из лидеров – там, где нужен минимальный вес конструкции отрасли лидирует. Вот, это, конечно, двигателестроение. Здесь ключевым является требование характеристики увеличения тяги к единице массы, да, к массе. Вот, это, конечно, авиастроение. Здесь пока, значит, период, я бы сказал, в первую очередь, применения композитов, а аддитивных технологий для второстепенных деталей, типа вот упоминавшиеся кронштейты. Вот, конечно же, лицом поворачивается к аддитивным технологиям ракетно-космическая отрасль. Ну, да, в общем-то, это достаточно такой яркий, один из ярких примеров – двигателестроение ракетно-космической отрасли. Без этого в некоторых случаях нельзя. Конечно, начинают, скажем, не с горячей части, от холодной, статорной, там, вспомогательных устройств. Ну, менее нагруженных, менее ответственных. Но потихонечку добираются и, скажем так, до самого сложного элемента нагруженного – лопаток газовых турбин с каналами, с охлаждением там и так далее, и так далее. То есть движение в эту сторону есть. И керамика, вот интерес к керамике, конечно, он связан с высокими температурами. С изделиями, работающими при высоких температурах, при режимах теплосмен, нагревах, перепадах, градиентах высоких и так далее. А вы можете немножко рассказать, если, конечно, это не является тайной, про ваши текущие проекты и будущие проекты, как в аддитивных технологиях, так и в цифровых двойниках? В первую очередь, это действительно цифровые двойники. И, естественно, они пришли, мы продолжаем разработки. Это автопром, я упоминал. И яркий пример, откуда страна узнала, что есть на уровне руководства государства. Соответственно, есть такие технологии в Российской Федерации. Это проект «Кортеж». Когда нужно было разработать, вот, соответственно, семейство. Это единая модульная платформа. Я говорил, главной исполнитель – это НАМИ, Центральный институт. Мы были привлечены, наши зоны ответственности были вот кузовы и дальше по списку лимузин, седан, внедорожник, автобус, каприолет, плюс специсполнение. У нас был вебинар с Юрием Черненко, но он, правда, отвечал за дизайн, а не за непосредственно… Ну, дизайн мы используем. Если автопром и дизайн, то лучшие компании мира – «Тарина дизайн», «Этал дизайн». Они несравненные здесь мировые лидеры. Но все ушло в платформы, все ушло в демонстраторы технологий, когда ты показываешь, как можно изготовить с лучшими характеристиками тот автомобиль. Сейчас, конечно, электромобили всех волнуют. Очень большой интерес к этой деятельности, и много мы с ними интенсивно работаем. Китайская промышленность, потому что китайский автофром – это треть мирового рынка, ну, и он очень динамично развивается. Страна большая, население большое, и очень, скажем, города, мегаполисы загазованные. Там, когда 50 миллионов человек, например, агломерация Чунцин. И там просто государство, соответственно, выставляет жесткие требования по переходу на электротранспорт, ну, и так далее. Многие вопросы решаются. А стараются с точки зрения безопасности и комфорта, они добиться мировых характеристик. То есть прогресс, конечно, в китайском автопроме очень значительный, и там представлены все мировые бренды. Ну, в том числе и мы с ними интенсивно работаем. Вот. Конечно, электротранспорт, скажем так, дальше водородный транспорт, представляет, ну, наибольший интерес с точки зрения перспектив развития. То есть многие мировые компании уже прекратили совершенствование ДВС, двигателей внутреннего сгорания. Понимая, что, ну, скажем так, в среднесрочной перспективе 10-20 лет, есть уже карта опубликована, как будут вести себя отельные города, мегаполисы в Европе. Они просто не будут пускать, значит, в своих города двигатели внутреннего сгорания, автомобили. То есть это будет только электромобили? Ну, акцент, в первую очередь, на электромобили. Другое дело, что сейчас идет период, когда у всех мировых брендов есть электромобили, но они не очень их там стремятся выпускать на рынок. Все внимательно следят за лидером Теслой. Вот. По той причине, что они, ну, скажем так, отрабатывают те финансы, которые они вложили в традиционные подходы проектирования завода, в оснастку там и так далее. Им нужно вернуть эти деньги, которые вложили. Хотя все разработки, там экземпляры, опытные образцы, промышленные образцы и так далее, все они, конечно, есть, и они мгновенно могут выйти на рынок, но пока они решают другие задачи. Большое вам спасибо, Алексей Иванович. Вроде бы... Большое вам, пожалуйста. Вопросы в чате закончились. Было очень интересно и познавательно. Я надеюсь, что всем понравилось. Большое вам спасибо еще раз. Большое спасибо нашим зрителям. Приходите к нам еще обязательно. Напоминаю, что у нас будет выставка онлайн 28-30 сентября. Приглашаем всех посетить ее. Регистрация бесплатная, регистрация в описании видео находится. Ну и также смотрите наши предыдущие вебинары, кто не смотрел. И я прощаюсь со всеми. Как всегда, увидимся на Росмолд. Кирилл отключил.